Станислав Искресенский вместе с жителями региона подвел итоги 2021 года. И на этой встрече озвучил ряд новых инициатив. Многодетные семьи освобождаются от уплаты транспортного налога. Льгота распространится на один легковой автомобиль мощности до 250 лошадиных сил. С января будущего года для студентов колледжей из многодетных семей вводится льгота на проезд в общественном транспорте. В следующем году муниципалитетам впервые выделят средства на содержание благоустроенных общественных территорий. А новые ФАПы подключат к проекту телемедицины. С января в Ивановском дворце игровых видов спорта организуют бесплатные занятия для детей в секциях по баскетболу, волейболу, боксу, спортивной аэробике. Набирается также бесплатная группа на женский баскетбол. Также вводят специальные бесплатные часы здоровья для пенсионеров. Для студентов и детей из многодетных семей в дневные часы будут действовать скидки 50% на групповые занятия и посещение тренажерного зала. Основные дороги в Ивановской области привели в нормативный состояние на 95%. Это более 1 тысячи километров. Только в этом году отремонтировали свыше 400 километров 22 региональных трассы, 345 дорог и улиц в муниципалитетах протяженности в 195 километров. В 2021 году в Иванове впервые за многие годы приступили к ремонтам дорог в частном секторе. Все это хорошие показатели, но мы должны идти в города еще больше и продолжать ремонтировать дороги, за которые несколько десятилетий вообще не принимались. Прежде всего речь идет о дорогах частного сектора, сказал Станислав Искресенский. В Ивановской области число дорожно-транспортных происшествий снизилось на 12%. Это результат проведен на работы по усилению безопасности дорожного движения. Смертность на дорогах также упала на 14%. В регионе модернизировано 175 пешеходных переходов, построены 34 островка безопасности, обустроены 30 километров барьерных ограждений. Также установлены 92 комплекса фото-видео фиксации нарушений правил дорожного движения. Глава региона отметил, что результат по безопасности есть. По параметрам социального риска гибели в ДТП у нас один из лучших показателей в Центральной России. Москва на первом месте, мы на втором месте в Центральном федеральном округе. Продолжение следует...